Дорогие друзья, уважаемые коллеги, здравствуйте! Сегодня у нас немножко неожиданная тема для прямого эфира гастроэнтеролог и кардиохирург. Что между ними общего? И действительно, готовясь к передаче, обсуждая тему, вопросы с моим сегодняшним гостем, кардиохирургом, было немножко тревожно. Будет ли эта тема интересна? Найдем ли мы сегодня аудиторию, которая будет нас смотреть и слушать? Но когда началось это активное обсуждение, мы поняли, что эта тема очень актуальна. Актуальна она потому, что работая практикующим гастроэнтерологом, несколько раз в неделю я у себя на приеме вижу пациентов, которые доселе никогда не страдали заболеваниями желудочно-кишечного тракта, не знали, что такое гастроскопия, колоноскопия, и боль в животе, они страдали от болей в сердце. И вот потом, попав к кардиологу, к кардиохирургу, решив свою проблему с сердцем, они почему-то приходят ко мне с вот такой толстой выпиской из кардиохирургического стационара, где в рекомендациях у них примерно вот такая вот, такой толстый перечень лекарственных препаратов, которые они теперь должны пожизненно принимать. И вот начав все это принимать после кардиохирургической операции, после которой они должны вроде бы были быть здоровыми и счастливыми людьми, они вдруг стали жаловаться на боли в сердце, они узнали, что такое эрозии, кто-то узнал, что такое черный стул, кто-то узнал, что такое рвота с кровью. В общем, появились какие-то очень серьезные проблемы. Ну, это одна часть вопроса, это вот прием амбулаторный таких пациентов. И самое удивительное, что этих пациентов становится все больше и больше и больше после кардиохирургов. Но вот находясь каждое утро на утренней конференции в стационаре, ты понимаешь, что это не самое страшное, потому что каждое утро несколько пациентов обязательно госпитализируются или с желудочно-кишечным кровотечением достаточно тяжелым, или с огромной перфоративной язвой, причем это не классические пациенты с язвой болезнью, а пожилые пациенты, у которых, казалось бы, вот не должно этого всего уже быть. Ну и самое, наверное, что побудило меня вот сделать такую передачу и поднять такую тему, это то, что вот мы с моим сегодняшним гостем, кардиохирургом Сапельниковым Олегом Валерьевичем, доктором медицинских наук, мы уже несколько раз делали передачу на эту тему, обсуждали это, мы понимаем, что нужно сделать, чтобы не было вот таких катастроф с пациентами, но тем не менее, несколько раз в год мы обязательно созваниваемся, потому что с нашими пациентами случается какая-то беда, то есть мы понимаем, что не под контролем пока эта ситуация у нас, и есть что обсудить, и может быть, есть что сказать вам, чтобы вы, гастроэнтерологи, терапевты, ну и другие врачи других специальностей, эндоскописты, у нас сегодня очень много вопросов от эндоскопистов, задумались о том, как правильно себя вести с такими пациентами. Ну, теперь я предоставляю после такого длительного вступления слово Сапельникову Олегу Валерьевичу. Здравствуйте, спасибо, что согласились прийти в своем сложном графике. Да, здравствуйте, Валерия. Ну, в первую очередь, конечно, огромное спасибо за то, что пригласили. Очень надеюсь, что смогу иметь возможность поблагодарить и телезрителей наших, и коллег. И на самом деле очень важно обсуждать такие вещи, которые нас очень волнуют. На самом деле болезни системы кровообращения — это очень важный, очень, очень важный момент в современном здравоохранении. Как известно, они лидируют в смертности, и, к сожалению, пока что-то глобально мы поделать с этой ситуацией не сможем. Но обсуждение этих проблем именно в таком мультидисциплинарном формате, на мой взгляд, это единственное правильное решение. О мультидисциплинарности мы много говорим. Говорим и на конференциях на наших, и говорим и с пациентами. Потому что, как нас учили еще с студенческой скамьи, надо лечить не болезнь, а больного. Пациенты у нас, к сожалению, сложные, коморбидные. Помимо сердечно-сосудистых заболеваний у них может быть еще множество других болезней. И если мы зацикливаемся на чем-то одном, то мы очень часто можем упустить что-то другое, что может повлиять на исход, несмотря на блестяще выполненную операцию, несмотря на правильно подобранную терапию. Вот как Валерия говорила, да, вот такой огромный талмуд мы пациентам таблеток выписываем, и вроде бы все с ним должно быть нормально, но, к сожалению, в некоторых случаях он поступает в гастроэнтерологический стационар. Так, у меня к вам несколько вопросов сразу, как к кардиохирургу. Вот можете вы нам немножко рассказать вообще о том месте, где работаете конкретно вы, и чем занимаетесь вы, и дальше от частности перейдем к общему, потому что вот у меня такое некое непонимание. Я закончила институт 20 лет назад, и нас вот в мое время было такое представление, ну и у меня оно сейчас сохраняется, что кардиохирург — это в первую очередь там операции с врожденными пороками сердца, с приобретенными пороками сердца, ну и фактически все. Вот какой контингент пациентов у вас сейчас? Кого вы оперируете? Почему их стало так много? Такое чувство, что вы оперируете фактически всех людей с заболеваниями сердца, с ишемической болезнью, с хронической недостаточностью и так далее. Вот расскажите нам об этом. Да, только с чего начать? Начните с места работы, чем занимаетесь, и дальше. Ну, работаю я в МИЦ кардиологии имени академика Чазова и возглавляю лабораторию хирургического и рентгенхирургического лечения нарушений ритма сердца. И лаборатория наша уже, как вы поняли, она выросла именно из кардиохирургии, и учитывая ту специфику, которой мы занимаемся, она вот уже выделилась в отдельное такое направление, на самом деле очень молодое, нарушение хирургическое лечение, нарушение ритма сердца. В то же время вся вот эта кардиохирургия, открыта и закрыта, она очень близка нам. И как я уже говорил, когда начинал свой монолог болезни, системы кровообращения, к сожалению, превалируют в смертности среди населения Российской Федерации, да и вообще во всем мире. И даже вот на этом слайде вот можно увидеть, вот здесь, на этом слайде показано, что болезни системы кровообращения более половины занимают структуры смертности. Вообще, вот я когда готовился к этой передаче, я смотрел статистику Российской Федерации, за 19-й год 45% всех случаев смерти от сердечно-судистых заболеваний, из которых, к сожалению, больше половины, почти две трети составляет ишемическая болезнь сердца. И третье это цереброваскулярные расстройства. И между ними, вот между этими двумя третями и третью прячется вообще все остальное вместе взятое. И тем самым, тут уже, наверное, легко догадаться, что ишемическая болезнь сердца является вот той основной кардиохирургической патологией, которую лечат в специализированных стационарах. То есть вы оперируете, прежде всего, больных с ЭБС? Если говорить о кардиохирургии, в целом, то да. Подавляющее большинство пациентов кардиохирургических, да и кардиологических стационаров, это болезни, именно связанные, пациенты, связанные с ишемической болезнью. А какие операции вы им делаете? Все по порядку. Если говорить о нарушениях ритма, то это, конечно же, фибрилляции предсердия. И вот то, о чем вы говорили, пороки сердца, они на самом деле составляют не очень большую долю этих пациентов. И если вот взглянуть на следующий слайд, вот здесь, состояние сердечно-сосудистой хирургии в России, вот в разрезе, оно примерно выглядит следующим образом. Коронарное стентирование выполняется примерно 200 тысяч в год, из которых подавляющую часть это больные с острым коронарным синдромом. То есть это инфаркт миокарда. Это инфаркт миокарда, либо острый коронарный синдром, либо стабильная стенокардия, которая уже в плановом порядке лечится с помощью коронарного стентирования. А ортокоронарное шунтирование, это уже операции с искусственным кровообращением в большей части, хотя сейчас ее научились уже выполнять и без искусственного кровообращения. Это более сложные пациенты с более тяжелым поражением коронарного русла. Их где-то около 40 тысяч в год выполняется, и где-то восьмая часть этих больных 5 тысяч в год при остром коронарном синдроме. И вот как вы видите на слайде, приобретенные пороки сердца, это примерно 13 тысяч в год именно операций. Олег Валерьевич, можно я перебью? То есть по сути сейчас каждому человеку, у которого есть стенокардия, можно прооперировать? Ему надо выполнить как минимум диагностические сначала процедуры. Ну, в принципе, это показания. Коронар-ангиография. И если мы там уже на коронар-ангиографии видим какую-то проблему, плюс эта проблема должна быть подтверждена клиникой, тогда уже мы его оперируем, то есть выполняем коронарное стентирование. То есть это малоинвазивный метод лечения. Вы прекрасно уже знаете, он уже достаточно в широкую практику вошел и в России, и это можно видеть по тому количеству операций, которые в год делаются в Российской Федерации. И она таким образом лечится. Ну, тестрентерологи просто плохо представляем, да, что в этой области происходит, но по сути сейчас вот ишемическая болезнь сердца, это становится уже такой хирургической нозологией, что ли? Ну, вообще вся вот кардиология, это современная тенденция, которую мы наблюдаем за последние 20 лет, она вся переходит именно в плоскость хирургическую. Практически вся кардиология. То есть грамотное взаимодействие между кардиологом, терапевтом и кардиохирургом – это залог успеха в лечении вообще сердечного пациента. Потому что если мы взглянем, вот чем страдают больные сердечно-судистые патологии, ишемическая болезнь сердца лечится либо стентированием, либо ортокоронарным шунтированием, естественно, мы должны брать пациента в операционную по строгим показаниям. То есть именно в определенный момент его жизни, когда вот эта патология, ишемическая болезнь сердца становится жизнеугрожающей, не поддается лечению таблетками, тогда мы идем к кардиохирургу. То есть тесная взаимосвязь между кардиологом и кардиохирургом. И, конечно, не забывать о мультидисциплинарном взаимодействии, вот, например, то, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Вот, дальше уже возвращаясь на тот момент, где вы меня перебили. Приобретенные пороки сердца – это 13 тысяч в год операций. Врожденные пороки – 16 тысяч в год операций. Из них это 14 тысяч – это дети. То есть большинство пациентов по врожденным порокам оперируются в детском возрасте. И всего операции с искусственным кровообращением, то есть это вот такой огромный аппарат, который берет на себя функцию сердца и легких во время работы на открытом сердце. Вот таких операций делается немногим более 50 тысяч в год. 53 тысячи вот здесь уже указано. Отдельная тема нарушения ритма сердца, могу ее сейчас начать раскрывать, могу немного позже. Это отдельная совершенно группа операций, которая вот набирает обороты в последние годы. Имплантация устройств при браде, аритмиях, когда мы имеем редкий пульс, когда пациенту уже по жизненным показаниям имплантируется устройство, которое ответственно за поддержание правильного пульса. Либо уже имплантируются такие интегрированные сложные устройства, такие как кардиоверторы, дефибрилляторы, которые могут восстанавливать ритм у пациента при жизнеугрожающих аритмиях. Это уже жизнеспасающие операции. Таких буквально 2-3 тысячи в год операций делается. А всего где-то около 50 тысяч в год устройств имплантируются больным. И лечение тахиаритмии, о которых я уже говорил в начале, фибрилляции предсердия это подавляющее большинство. Больше половины всех пациентов с тахиаритмиями. И я люблю говорить, что если бы не было фибрилляции предсердия, половина аритмологов было бы без работы. Таких операций выполняется по устранению тахиаритмии примерно 30 тысяч в год. И все эти пациенты, подавляющее большинство, должны принимать антигоагулянты либо антиагреганты в зависимости от клинической ситуации. А чаще всего, мне кажется, и то, и другое они принимают. Очень часто и то, и другое мы об этом поговорим. И, соответственно, сразу же мы повышаем риск в будущем у этих пациентов при развитии каких-то проблем с желудочно-кишечным трактом. Мы повышаем риск фатальных кровотечений у этих пациентов. И это, на мой взгляд, вполне вытекает одно из другого. И поэтому мы должны быть, конечно же, насторожены у наших больных. Потому что кардиохирургический пациент – это, как правило, пожилой пациент, это пациент коморбидный, и у него может быть все, что угодно. Вот я еще хотела вас спросить по поводу того, насколько эти операции сложные, чтобы мы представляли себе вообще с каким пациентом мы имеем дело. Вы его выписываете, отпускаете к терапевтам и гастроэнтрологам, и, наверное, не все до конца понимают, насколько вы вложили сил, средств, высоких технологий, времени и так далее. Расскажите нам, как это проходит. Например, такой вопрос. Сколько человек участвует в одной кардиохирургической операции? Сколько часов примерно длится какая-то более-менее серьезная операция, например, аортокоронарное шунтирование? Сколько примерно стоит в среднем? Если можно такие цифры как-то оглашать, вот госпитализация, хирургическая операция и потом реабилитация пациента, которого потом выпускают, и если он остается вот под наблюдением некомпетентного врача-гастроэнтролога и погибает потом от кровотечения банального, насколько вот это все? Так, начнем с того... Начнем. Как проходит операция? Сколько часов, сколько людей, сколько сил и средств? А, вы еще спрашивали, сложные они или не сложные. Нет, они совершенно не сложные. Нет, конечно же, они очень сложные. Я вот вспоминаю те слова, которые нам говорил профессор еще на студенческой скамье. Это, по-моему, известная такая притча, когда у хирурга спрашивает, какая самая простая операция? Которая не была. Он говорит, аппендицит. А какая самая сложная операция? Аппендицит. Здесь я тоже могу сказать, раз на раз не приходится, и сложность, она, к сожалению, не всегда прогнозируется до операционного периода, хотя при правильном обследовании пациента мы на 99% уже, что нас ожидает, должны знать. И, в общем-то, в этом залог правильного экспертного подхода к пациенту. То есть все должно быть стандартизировано. И средняя операция, она, конечно, зависит от ее сложности, как я уже говорил. Есть врожденные пороки сердца. Здесь, конечно же, сложность, она может быть колоссальная. И, к сожалению, летальность также может быть, к сожалению, неудовлетворительной, потому что в разные сложности бывают пороки. Если взять такую операцию, как коронарное шунтирование, она уже стандартизирована. И, как вы видите из статистики, она уже 40 тысяч в год в распространении выполняется этих операций. И, в общем-то, она 2-3 часа занимает в зависимости от сложности, от количества сосудов, которые необходимо шунтировать, и от тяжести поражения. То есть 2-3 часа, и в этой операции примерно участвуют 2 или 3 хирурга. Это уже зависит от штатного расписания клиники и так далее, от того, какой объем операции планируется. При этой операции каковы цифры летальности? Они, наверное, сейчас уже очень низкие, да? Да. Вот как бы отработано всякое. Цифры летальности, я думаю, что они не превышают 2%, а во многих клиниках уже гораздо меньше этих цифр. То есть эта уже операция становится рутиной, она выполняется во многих центрах в Российской Федерации, в том числе и в регионах, с очень, в общем-то, неплохими результатами. И эта операция, она на самом деле и качество жизни у пациента улучшает, и в некоторых случаях и на выживаемость влияет, снижает частоту фатальных инфарктов миокарда. Если мы говорим о коронарном стентировании, то здесь тоже от сложности самого поражения сосуда зависит и время, но это, как правило, уже выполняется одним хирургом вместе с медсестрой, и тут уже не требуется ни искусственного кровообращения. Но, тем не менее, большого опыта хирурга, она все-таки требует, особенно если мы видим бифуркационные поражения, многососудистые поражения, она может длиться от получаса до тоже нескольких часов, если, допустим, приходится открывать окклюзию, то есть закрытый сосуд полностью проходить. Это уже, в общем-то, зависит от сложности поражения. Если мы возьмем приобретенные пороки сердца... А вот при стентировании есть какая-то тоже, какие-то цифры летальности наверняка все-таки? Ну, там она, конечно же, гораздо ниже. Здесь она не превышает 1% этой летальности. Конечно же, если мы берем больного с тяжелым стволовым поражением, которых тоже стентируют, сейчас в том числе не только ортокоронарное шунтирование выполняется, то это одни цифры. Если это пациент с каким-то однососудистым поражением, несложным, то это, конечно же, будут другие цифры, но, к сожалению, как и любая хирургия, она имеет все права на то, чтобы имелись осложнения, и часть этих осложнений, она, к сожалению, может летально заканчиваться. Пороки сердца, они настолько разнообразные, что здесь, конечно, о каких-то усредненных цифрах говорить, наверное, не имеет смысла. Есть сложные и тяжелые пороки, там летальность десятки процентов может быть. Есть такая тяжелая ситуация, как острый аортальный синдром, когда мы имеем пациента с расслоившейся аневризмой аорты, где хирургическое пособие, к сожалению, тоже имеет высокую летальность. Но сейчас есть новые технологии, такие как имплантация аортальных стенд-графтов, когда этим пациентам уже с очень низкой летальностью мы можем помочь, но это, конечно, требует финансовых вложений государства, потому что, к сожалению, все эти устройства производятся за рубежом, и стоят определенных денег. Ну а вообще сами эти операции, вот эти стенды, они, наверное, очень дорогие, да, высокотехнологичные операции. То есть мы плавно подходим к вопросу о стоимости. Да, ну если можно это озвучить. Ну, наверное, можно, но я просто предпочел бы оперировать такими цифрами, которые в программе высокотехнологической медицинской помощи есть. То есть операция аортокоронарного шунтирования, если я помню, где-то 400-500 тысяч рублей стоит, это выделяется Министерством здравоохранения для выполнения этой операции. Операции, вот, допустим, по коррекции нарушений ритма сердца, вот, тахиаритмия, это где-то 300, допустим, с чем-то тысяч, а врожденные, приобретенные пороки, там уже, конечно же, очень большой разброс. А стентирование оно как-то финансируется государством? Стентирование оно сейчас в программе медицинской помощи в рамках ОМС финансируется, и, по-моему, порядка 200 тысяч один случай, что ли, стоит. То есть раньше это все, на самом деле, стоило достаточно дорого, когда эти стенты только появились, и с лекарственным покрытием. Сейчас это все, естественно, как любая технология, которая уже тиражируется, она, естественно, становится и дешевле, и доступней, и результаты хирургического лечения, они уже становятся гораздо лучше. И далеко ходить не надо, есть такой вот даже пример прекрасный. Нарушение ритма сердца. То есть когда мы только начинали этим заниматься, то в существующих рекомендациях там звучали такие формулировки, что клиника должна делать не менее 50 операций в год, если антиаритмическая терапия неэффективна, и так далее, и так далее. То есть очень много было исключений, и пациент приходил к хирургу, к аритмологу, вот в частности, когда мы это все начинали, когда уже все, дальше деваться некуда, и уже, в общем-то, приходится доставать саблю и, в общем-то, лечить пациента. То сейчас вот были такие исследования, которые показывают, что выполнение катетерной аблации, фибрилляции предсердий, то есть это малоинвазивный хирургический способ, которым мы занимаемся, он является настолько же безопасным, как и применение антиаритмической терапии. Это очень важно, это между строк, на самом деле, вот это исследование, оно прошло, никто на этом внимании не заострял, но это очень важный момент. То есть мы подходим к тому, что хирургическое пособие становится таким же безопасным, как и применение таблеток. Я вот это все и хотела у вас услышать, что на сегодняшний день все эти технологии настолько хорошо уже освоены и разработаны, что летальность и очень низкая, безопасность кардиохирургических вмешательств достаточно высокая, при этом стоимость их, ну вот для такого, для обывателя, да, она достаточно высокая, 500 тысяч, 200 тысяч. Приходите все сразу к кардиохирургам. Да, ну и важно, что вот сделать, я так понимаю, тоже как у нас в гастроэнтерологии, чем раньше ты до развития осложнений что-то сделал, да, то эффект, наверное, будет лучше, не в запущенных стадиях. Не дожидаясь перитонита, правильно. Да. А про хроническую сердечную недостаточность, вот еще такая важная тоже. Ну да, это очень важный вопрос на самом деле. И он настолько важным является, потому что летальность от хронической сердечной недостаточности, она на самом деле сумасшедшая. Если в эту проблему погружаться, это кошмар. Вот есть такая статистика, что после установления диагноза хронической сердечной недостаточности в течение пяти лет умирает половина пациентов. Так, и вы чем-то можете помочь своими средствами? Половина пациентов умирает. Назначается оптимальная медикаментозная терапия, она, конечно, очень здорово влияет на выживаемость. И поэтому я вот люблю говорить, что прежде чем отправить пациента к хирургу, убедитесь, что он получает оптимальную медикаментозную терапию. Потому что если он не будет скорректирован, не будет получать именно оптимальную медикаментозную терапию, которая в рекомендациях прописана четко, то результаты хирургического лечения, как бы вы прекрасно не сделали операцию, они будут нивелированы, они будут сведены на нет. И ввиду того, что эта проблема, она на самом деле настолько глубока, и она также плавно переходит в плоскость именно кардиохирургическую, и ввиду того, что и летальность высокая, а так как мы все-таки стремимся снизить уровень сердечно-сосудистой смертности, то к этой проблеме надо поворачиваться лицом. И здесь как раз вот именно вот опять-таки мультидисциплинарное воздействие на пациента, потому что очень много кардиохирургических вариантов лечения хронической сердечной недостаточности мы можем предложить нашему больному. Вот здесь вот на слайде, смотрите. То есть в зависимости от этиологии, от происхождения самой сердечной недостаточности, мы можем предложить ему помимо оптимальной медикаментозной терапии и соответствующей лечения. Вот здесь мы видим, даже такое понятие уже формируется, как электротерапия хронической сердечной недостаточности. Если больной имеет сниженную фракцию выброса, мы ему должны поставить прибор, о котором я вот говорил выше, кардиовертер-дефибриллятор, который снижает риск внезапной смерти у этого пациента. Также существуют такие приборы, как модуляторы сердечно-сократимости, которые в некоторых случаях в определенной группе больных позволяют поднять насосную функцию сердца и тем самым и качество жизни у пациента улучшить, и в некоторых случаях его показатели выживаемости. Это электротерапия. О чем мы говорили много? Лечение ишемической болезни сердца, то есть шунтирование, открывание сосудов с помощью коронарного стентирования. И вот последние рекомендации, которые мы увидели американского общества кардиологов, мы видим, что основные бенефициары от кардиохирургических вмешательств при нарушении ритма сердца и ишемической болезни именно пациенты с хронической сердечной недостаточностью. То есть они лучше всего реагируют? Они лучше всего показывают наше вмешательство, влияние на выживаемость. То есть мы не просто качество жизни пациентам добавляем, мы улучшаем выживаемость. И на самом деле и наука, и техника, она не стоит на месте. Уже разрабатываются, помимо всего прочего, специальные устройства насосные, которые позволяют функцию сердца заместить у терминальных пациентов, в том числе как один из методов лечения, так называемый destination therapy, когда мы ставим пациенту насос, он на нем живет, сердце потихонечку начинает самостоятельно сокращаться, и пациенту не надо там отправлять его на пересадку сердца. А как известно, пересадка это все здорово, но ахиллесово-пита, трансплантация сердца, отсутствие донорских органов в должном объеме. То есть если мы взглянем на статистику развитых стран, у них 25% всего лишь обеспечивается дефицита донорских органов. В Российской Федерации даже не берусь это оценивать, это я думаю, что в разы ниже. То есть все пациенты, которые встают в лист ожидания, получают операцию, ну, к сожалению, меньше половины. Это я еще так мягко выразился. На самом деле очень много пациентов. Вот поэтому и новые технологии развиваются. И насосы, и электротерапии. Ну и, конечно же, не надо забывать об ишемической болезни сердца, которую мы должны вылечить, либо клапаны починить при врожденных, приобретенных пороках сердца. Делать это самое главное вовремя, не когда уже декомпенсация наступает, наступает недостаточность и сердечность, что, в общем-то, очень сильно ухудшает отдаленные результаты операции. Олег Валерьевич, значит, мы поняли, что во время самой операции мало кто погибает. Теперь я хочу перейти плавно все-таки к послеоперационным осложнениям. Вот расскажите нам, каковы... Вот я знаю, что вы подготовили несколько там пугающих клинических случаев, да, что случилось с пациентом после операции. Можете нам сказать, каковы основные причины или гибели, или тяжелых осложнений вот в послеоперационном периоде? Ну, послеоперационный период, о котором мы говорим, госпитальный, это один разговор. Если мы говорим в послеоперационном периоде, когда мы пациента отпускаем, это совсем другой разговор, о чем мы сейчас с вами будем говорить. Потому что это две разные проблемы, и они, на самом деле, очень глубокие, особенно послеоперационный период. Мы имеем все-таки небольшую низкоординированность между поликлиническим звеном, госпитальным звеном, реабилитация, которая в должной мере не развита. Это все, вот, к сожалению, пациент должен из одних заботливых рук поступать сразу же в другие. Он не должен из-под наблюдения врача выходить, особенно если он перенес кардиохирургическую операцию, о которой уже говорили, она стоит немало. И все-таки надо нам, чтобы пациент жил и трудился. Ну вот мы поэтому эту передачу и задумали, потому что вот сейчас мы с вами уже полчаса обсуждаем, на каком высочайшем уровне у нас вот это госпитальное звено, вот этот вот этап, да, когда супервысококвалифицированные профессионалы, там, бригада, большое количество средств, там, техники. Мы видим, насколько далеко уже зашли все вот эти вот научные данные, вы показываете, да, новые технологии. И дальше мы выписываем этого пациента без каких-то, может быть, адекватных рекомендаций. Или он попадает в наше поликлиническое звено, где врачи далеки вот от понимания того вообще, с каким пациентом они имеют дело. Ну, давайте тогда такой вопрос. Всем пациентам или не всем назначаются антиагреганты и антикоагулянты после кардиохирургических операций? Практически всем. Если мы коронарное стентирование возьмем, которое преобладает, как я уже говорил, больше 200 тысяч операций в год, свежему пациенту мы назначаем двойную антиагрегантную терапию, потом он у нас остается на одном антиагреганте. Если мы пациенту имплантируем искусственный клапан, он пожизненно на антикоагулянтной терапии находится. Пациенты с фибрилляцией предсердий, даже которых мы не оперируем, которые имеют высокий риск развития эмболических осложнений, они пожизненно принимают антикоагулянты. А как известно, пациент с фибрилляцией предсердий, большая часть из них все-таки коморбидные, возрастные, и они все-таки обязаны принимать. То есть, если посмотреть на статистику, и вот я тоже слайд приготовил, что очень много пациентов переходит в плоскость кардиохирургии, а если уже все-таки мы их прооперировали, то подавляющее большинство пациентов принимают либо антиагреганты, либо антикоагулянты длительно или пожизненно. И вообще, на самом деле, само развитие вот именно антикоагулянтов, антиагрегантов делает возможным выполнение этих вмешательств. Потому что в противном случае клапаны и стенты, они бы затрамбировались, и пациенты бы умирали просто-напросто. И все наши усилия были бы помножены на ноль. И поэтому вот, к сожалению, есть такая проблема, что мы всех пациентов должны кормить этими таблетками. К сожалению, часть из них имеет высокий риск развития желудочно-кишечных кровотечений. И, к сожалению, попадая в гастроэнтерологические стационары по скорой медицинской помощи, часть из них эти кровотечения оказываются... Летальными, да. И это мы видим действительно сейчас, наверное, желудочно-кишечные кровотечения стоят вот в ряду причин смертности гастроэнтерологических больных на первом месте. Олег Валерьевич, ну я к чему вас спрашиваю про вот послеоперационные осложнения? Все-таки это самое главное ваше какое-то осложнение? Или у вас есть еще какие-то свои от чего пациенты? Или вот именно гастроэнтерология становится таким вот все камнем преткновения, который все вам портит, всю статистику? К счастью, гастроэнтерология не становится таким камнем преткновения, который нам портит статистику на госпитальном этапе. Но, тем не менее, в некоторых случаях неприятно нас удивляет, и такое бывает. И у нас в клинике было несколько случаев, когда после тяжелой операции, а, естественно, все-таки тяжелая операция на сердце. Это еще и стресс операционный. Это еще и сильнейший стресс. И даже если у пациента не было каких-либо предпосылок, и мы до операционного периода, допустим, об этом, не знали, что у него какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, то никто не застрахован от того, что на фоне тяжелой операции он может получить стрессовую язву и как следствие кровотечения. И мы такие случаи, к сожалению, в нашей клинике разбирали. Вот покажете нам, да? Я знаю, что вы подготовили несколько нам таких примеров. Да, просьба удалиться от экрана. Вот, к сожалению, вот на некоторых случаях, на секции мы могли видеть вот такую картину, когда в итоге причиной смерти пациента становилось профузное кровотечение и стрессовая язва из желудочно-кишечного тракта. А вот это что вы нам расскажете? Вот это вскрытая полость желудка, которая заполнена кровью, к сожалению. То есть и такие случаи есть, и, в общем-то, это еще раз диктует необходимость от того, что мы гастропротективную терапию, наверное, все-таки шире должны использовать в качестве плановой подготовки к операции. В то же время, в послеоперационном периоде, если мы пациента все-таки отпускаем с двойной антиагрегантной терапией либо с антикоагулянтной терапией, как я уже сказал, это все почти наши пациенты, конечно же, гастропротективную терапию надо сохранять ему и впоследствии. И на самом деле очень внимательно за этим следить. Вот здесь у меня показаны данные исследований зарубежных наших партнеров. Вот если мы говорим о лечении тахиаритмии, что мне, в общем-то, по духу ближе, примерно где-то 10 тысяч операций таких в год делается. И здесь вот показано, что от 10 до 20 процентов, то есть каждый пятый, каждый десятый пациент, вот из 10 тысяч, которых мы делаем, он имеет вообще поражение язвенное пищевода, связанное с тем, что мы работаем на левом предсердии, а известно, левое предсердие, оно очень интимно соприкасается с пищеводом, и в некоторых случаях мы можем видеть такие вещи. То есть сама операция даже не антикоагулянты, а антиагреганты, а сама вмешается? Именно, сама операция уже является риском развития таких повреждений, а если мы наблюдаем такую вещь, как предсердно-пищеводная фистула, она развивается постепенно после этих операций. Сначала происходит размягчение, и потом уже это же практически 100% летальное осложнение. И чтобы не довести до этого, всем пациентам, которым выполняется малоинвазивное хирургическое лечение фибрилляции предсердий, а это, как я говорю по статистике российской, 10 тысяч в год, от нуждаемости, ну, наверное, не больше 10-20 процентов, то есть со временем будет количество этих операций увеличиваться, все пациенты должны получать терапию ингибитором протонной помпы. Потому что в противном случае мы увидим такие неприятные вещи и будем с этим сталкиваться. Ну, а расскажите нам, как вот сейчас обстоят дела на практике. Вот перед тем, как взять пациента на кардиохирургическое вмешательство, вы проводите эндоскопическое обследование, там, тестирование на хеликобактер пилори, или вы просто эмпирически назначаете всем ингибиторы протонной помпы? Есть какие-то вот прям рекомендации, которыми вы пользуетесь? Да, важный на самом деле вопрос. Наши протоколы, они все, конечно же, предусматривают выполнение гастроскопии перед выполнением плановых процедур. Если мы будем говорить о процедурах, которые в экстренном порядке выполняются, вот, допустим, коронар-ангиография, стентирование у пациента с острым коронарным синдромом, конечно же, никто ему гастроскопию выполнять не будет. Я думаю, что здесь имеет смысл говорить о гастроскопии только в случае, если у пациента имеются какие-то клинические признаки кровотечения желудочно-кишечного тракта. Это когда вы имеете в виду? Ну, когда он поступает, допустим, по скорой помощи, болеет за грудью. Да, в остром коронарном синдроме. Только тогда. В противном случае, если какие-то есть у него аномнистические отсылы к проблемам с ЖКК, ему, наверное, просто имеет смысл назначить превентивно гастропротективную терапию. Нет, можно же прямо перед коронарным вмешательством дать это. А вот еще такой вопрос. Вот я гастроэнтеролог, ко мне приходит, например, на прием пациент после эндоскопического исследования и говорит мне, Валерия Олеговна, у меня планируется стентирование или аортокоронарное шунтирование. Я сделала эндоскопию, и у меня вот в желудке гастрит с эрозиями. И я никак не могу эти эрозии залечить, потому что я постоянно пью ацетилсалициловую кислоту с каким-то антикоагулянтом. Напишите мне, пожалуйста, что мне операция не противопоказана. Вот очень часто ко мне приходят женщины перед ЭКО, просит написать, что им не противопоказано перед операциями на суставах травматологическими. Ну и так что вы делаете? Я, если есть эрозии и язвы, я все-таки стараюсь с ними разобраться. А вот если есть просто гастрит, то пишу, что не противопоказано. Но если честно, я не знаю, как правильно. Вот вы нам скажите, перед кардиохирургическими операциями, что может быть, с чем вы допускаете пациента? Или вот это должен быть абсолютно чистый желудок? Опять-таки мы должны очень четко понимать, на какую кардиохирургическую операцию мы отправляем пациента. То есть большая часть этих операций, она, во-первых, подразумевает системную гипернизацию на момент выполнения самой операции. Это что значит? Это означает, что очень большие дозы антикоагулянтов получает пациент. У него разжижается кровь практически до значения активированного времени свертывания, там, больше 350 секунд. То здесь, конечно же, если мы у пациента видим язву, либо свежую эрозию, мы их должны залечить. То есть вы таких пациентов не берете на плановые операции? Он не должен подвергаться ввиду высокого риска желудочно-кишечных кровотечений именно на столе, либо в остром периоде, в реанимационном. А я показывал, как это очень неприятно выглядит. И очень бывает и пациента жаль, и бывает затраченных усилий жаль, потому что, к сожалению, иногда они бывают очень серьезные, когда большая операция происходит. Если мы говорим о экстренном вмешательстве, конечно же, ситуация, она немножко другая. Понятно. Так, ну а вот кроме эндоскопического исследования, вы еще какие-то гастроэнтерологические показатели у них запрашиваете или только одной эндоскопии достаточно? А какие есть еще гастроэнтерологические показатели? А вот есть еще инфицированность Helicobacter pylori. Это тоже достаточно важная такая, ну для нас, гастроэнтерологов, такая тема, потому что наличие инфекции всегда повышает риск развития потом язв, эрозии, и кровотечений тех же самых на фоне антикоагулянтов, антиагрегантов. Или вы так сильно не погружаетесь в это? Мы на самом деле, я, по крайней мере, я могу сказать, что до недавнего времени относился к Helicobacter pylori очень скептически. Я думал, что его не существует, но на самом деле, когда уже стал ближе знакомиться с проблемой гастроэнтерологической в кардиохирургии, я уже понял, что, оказывается, вы нас не обманывали. Когда столкнулись с несколькими кровотечениями, язвами. Он существует, но это уже на самом деле ваше прерогатива. Если вы имеете пациента с язвой, либо с острыми эрозиями, который в плановом порядке должен пойти к нам на вмешательство, вы уже, наверное, эрадикацию Helicobacter pylori в соответствии с вашими рекомендациями должны провести. Слово рекомендации у нас сегодня много раз звучало. И не забыть, хотел такую ремарку сделать. С этого года, с января, вы, наверное, уже в курсе, все клинические рекомендации, которые опубликованы на сайте Министерства здравоохранения, являются обязательными к использованию. Это я вот хочу обратиться ко всем лечащим врачам, ко всем хирургам. И все эти рекомендации, они прописаны и на выполнение хирургических вмешательств, в том числе и на диагностические манипуляции в плане подготовки к операциям, в том числе и назначение терапии любой, и кардиотропной, и гастропротективной. И они являются именно обязательными. То есть то, что мы раньше говорили, что рекомендации, прошу прощения за тавтологию, носят рекомендательный характер, теперь, увы, внимательно должны изучать эти рекомендации, строго в соответствии с ними действовать. Понятно. То есть надо почитать, чтобы не ошибиться в следующий раз, когда пишешь заключение. Да, надо почитать, чтобы не ошибиться. Но, к сожалению, не все области, о которых мы говорим, особенно на стыке специальностей, четко прописаны в рекомендациях. Поэтому, в общем-то, и вот эти экспертные какие-то диалоги, они очень важны, очень нужны. И именно взаимодействие между экспертами и врачами различных специальностей, чтобы вылечить пациента, мы обязаны просто проводить. Ну, а есть ли у вас, вот теперь возвращаясь уже к послеоперационному периоду, вот вы сказали, что у них такая высокая антикоагулянтная терапия? Нагрузка очень большая, конечно. Она и обеспечивает... Высокие дозы. Вот. Есть ли у вас такие обязательные требования, что ли, что вы каждому пациенту после своей операции обязательно назначаете внутривенные ингибиторы протонной помпы или перорально, или нет? Или вы вот пациента прооперировали, назначили ему опять антикоагулянты, антиагреганты и как бы всё? Назначение плановой терапии и рекомендации, которые пациент получает перед выпиской из стационара, лечащий врач, как правило, кардиолог, он это всё выполняет. И, в общем-то, сейчас уже потихонечку-потихонечку и врачей поликлинического звена, уже, я так понимаю, и усилиями и гастроэнтерологического сообщества, и кардиологического сообщества мы приводим к тому, чтобы они были насторожены в плане желудочно-кишечных кровотечений, тем самым гастропротективную терапию назначали. Парэнтеральные гастропротекторы, ну, наверное, имеет смысл применять только как прикрытие при каких-то операциях, которые мы по жизненным показаниям выполняем, когда у пациента есть проблемы какие-то с желудочно-кишечным трактом. А так, как вот уже я говорил, наверное, их также надо прикрывать в плане кровотечений, пожизненно, наверное, раз он получает пожизненно антикоагулянтную, антиагрегантную терапию. А сейчас я вам такой тоже конкретный вопрос задам. Вот у меня есть пациент, который очень не любит принимать лекарственные препараты, прямо для него это вот камень преткновения тоже. И вот недавно ему провели стентирование и назначили двойную антиагрегантную терапию. Теперь потихонечку один антиагрегант отменили. И вот он всё время мне говорит, ну, может быть, я всё-таки уже не буду пить этот ингибитор, может быть, мне не надо. Вопрос такой, вы на всю жизнь теперь он будет пить этот антиагрегант? Или можно потихонечку после, там, спустя 5 лет после операции, спустя 2 года отменять эти препараты? Или это уже решает кардиолог в зависимости от кагограммы там или каких-то других показателей? Нет, ну, конечно, пожизненно. Пожизненно. Двойную антиагрегантную просто в остром периоде назначают, там, на неделю, там, две, не больше. Потом он уже остаётся на антикоагулянте на одном и на антиагреганте. И отменить это невозможно. Если вам пациента не жалко, то можете отменить. На самом деле отменяют только по какому-то, в очень конкретном случае, при очень высоком риске развития каких-либо кровотечений, в каких-то очень ограниченных случаях и индивидуально у каждого пациента. Ну да, у нас даже есть рекомендации эндоскопического европейского общества при желудочно-кишечных кровотечениях, где сказано, что если пациент находится на двойной терапии, и вот у него развилось желудочно-кишечное кровотечение, то даже в этом случае очень опасно отменять эти препараты, и нужно отменять их совместно с кардиологом, и отменять не больше, чем на 7 дней, а потом назад возобновлять, потому что в течение 7-14 дней колоссально возрастает риск сердечно-сосудистых катастроф. То есть, да. Именно так, и как вот любят говорить наши кардио-реаниматологи, они любят говорить, что всегда лучше бороться с кровотечением, чем с тромбозами. То есть тромбозы прогностически все-таки имеют худший прогноз, чем кровотечение. И, в общем-то, нам с вами надо какой-то баланс, который очень тонким является, соблюдать, и в каждом конкретном случае принимать решение. Ну, баланс, он, наверное, достаточно просто выглядит с точки зрения практических рекомендаций. Кардиологи или кардиохирурги, когда выписывают этого пациента после такой тяжелой высокотехнологичной операции вместе с антикоагулянтами и антиагрегантами, обязательно должен назначить ингибитор протонной помпы. Наверное, так. Я согласен. В большинстве случаев это оправдано. А причем в подавляющем большинстве. Я не знаю, статистику вы знаете или нет, распространенность вообще язвенной болезни, она же огромная. Ну, вот сейчас в том-то и дело, что распространенность классической язвенной болезни, вызванной там хеликобактер пилори, она снижается очень сильно. А вот кровотечение язв, вызванных приемом нестероидных противовоспалительных препаратов, возрастает. И теперь мы понимаем, почему. Потому что вы ведете очень активную борьбу с ашемической болезнью сердца. Попытка отменить аспирин, она приводит к увеличению роста летальных исходов больных с сердечно-судистыми заболеваниями. Ну, в общем, да. И, в общем-то, да, вот у нас такие весы. А вот еще у меня много вопросов от докторов-эндоскопистов. Ну, и, наверное, это может относиться и вообще к другим врачам, которые проводят вмешательства какие-то на пациентах. Ну, вот врачи-эндоскописты спрашивают, есть ли перед нами пациент, который находится на такой вот терапии, и нужно ему провести, допустим, какое-то вмешательство, удаление полипа, вот что-то такое эндоскопическое. Как здесь быть? Можем мы отменить им на какое-то время антикоагулянты, антиагреганты? На самом деле существуют рекомендации, которые наизусть, в общем-то, помнить не обязательно, но каждая операция имеет свою градацию риска кровотечения. Есть пациенты с низким риском кровотечений, средним риском кровотечений и высоким риском кровотечений. Вот я не специалист в эндоскопии, но по кардиохирургии могу сказать, что операции по коррекции нарушения ритма сердца, будь то имплантации устройств, катетерной аблации, относятся к низкому риску кровотечения. Поэтому, когда мы эти операции делаем, мы антикоагулянты не отменяем просто-напросто. Открытые операции, будь то ортокоронарное шунтирование, клапаны и так далее, они являются высокорисковыми, в том числе имплантации подкожных устройств. Там мы должны за 48, ну, примерно в зависимости от функции почек, клиренса, креатинина, отменять антикоагулянтную терапию. Только антикоагулянтную. И поэтому удаление полипа, это уже даже к вам скорее вопрос, к вашим прекрасным эндоскопистам. К какому риску относится удаление полипа эндоскопического? Если к низкому, то не надо ничего отменять. Если к высокому, то надо. Понятно. А вот скажите, еще такой был вопрос. Если вот мы прооперировали пациента на сердце, и вдруг он пришел и говорит, вот у меня болит там очень сильно желудок, там тошнота, может быть даже рвота. Через какое время после вашей операции мы можем проводить ему эндоскопическое исследование? Это безопасно? Или нужно выждать там? Насколько я помню, желудок и сердце в разных немножко местах находятся. Поэтому если мы пациенту сделали какую-либо операцию на сердце, и существует клиническая необходимость сделать ему гастроскопию, пожалуйста, я проблем в этом никаких не вижу. Ответил я на этот вопрос? Ну да, да. Почему, вот здесь еще вопрос тоже, почему всем надо делать эндоскопическое исследование перед кардиохирургическими вмешательствами? Ну это мы, наверное, уже ответили, да, чтобы... Да, но здесь тоже нюанс есть один. То есть зарубежные наши коллеги, они немножко идут по другому пути. Они считают, что всем делать гастроскопию перед вмешательствами нецелестообразно, да. То есть если мы имеем пациента, у которого неблагоприятный анамнез, по язвенной болезни, либо клинические какие-то есть проблемы, то да, если нет, то гастропротективной терапии будет вполне достаточно. Но у нас все-таки немножко другая школа, и возможно этот подход связан просто с экономией денег, а наши зарубежные коллеги очень к этому внимательно относятся. Но все-таки наши существующие российские протоколы, они, конечно же, в большинстве случаев перед плановой кардиохирургической операцией требуют выполнения гастроскопии для того, чтобы исключить наличие язвенных и разивных повреждений желудочно-кишечного тракта, чтобы потом не получить проблем. Но тут тоже вопрос возникает, и это вопрос на самом деле к вам и к вашим коллегам. Чисты ли кровотечения из нижних отделов желудочно-кишечного тракта, и насколько они имеют распространенность такую же, как и из верхних отделов? Вот был как раз такой вопрос, я просто не стала его озвучить, потому что он достаточно сложный. Вопрос был такой. Вот мы делаем гастроскопию, мы видим пищевод желудок в 12-перстную кишку, а ведь кровотечение может быть еще из следующих отделов тонкой кишки. Это у меня уже вопрос к вам как специалисту, а может быть тогда им еще и колоноскопию надо выполнять, чтобы уже быть до конца уверенным, но в практике такой нет. Кровотечение-то вызывают не сами препараты, а кислота желудочного сока в данном случае является основным агрессивным агентом все-таки, поэтому мы и концентрируемся на верхних отделах. Но просто вот сейчас все больше появилась капсульная эндоскопия, которая говорит о том, что на фоне приема нестероидных противовоспалительных препаратов, но это в частности речь об аспирине, повреждается и тонкая кишка, и там могут быть эрозии, язвы, и оттуда мы можем ожидать каких-то неблагоприятных последствий. Поэтому здесь, наверное, к чему этот вопрос? К тому, что всем превентивно и перед операцией мы назначаем ингибиторы протонной помпы, чтобы уже быть уверенным. А такие рекомендации есть? Нигде не прописаны? Я таких рекомендаций не знаю, но мне кажется, уже ближе к концу вот этой передачи уже, наверное, стоит поговорить о том, чтобы все-таки вести здоровый образ жизни, чтобы факторы риска исключать в первую очередь, то есть заниматься профилактикой. Пожар ведь легче предупредить, чем потушить. И поэтому и питание правильное, конечно, и образ жизни, и стрессовая нагрузка, которая, к сожалению, современная наша жизнь, она изобилует этим. Но надо пытаться. Если мы факторы риска будем каким-то образом модифицировать, я думаю, и проблемы этих станет гораздо меньше, о которых мы сейчас говорим. Ну, если о сердечно-сосудистых заболеваниях, то, наверное, еще надо сказать о спорте. Бегать, плавать. Да. Ну, естественно, и спорт, он тоже должен быть дозированным. И я вот пациентам всегда своим говорю, что спортивные нагрузки – это нехорошо. Но нагрузки, именно которые поддерживают вашу физическую активность – это хорошо. Но спортивные вы имеете в виду такой спорт высоких достижений? Ну, именно спортивные нагрузки. Вот. И это, в общем-то, наших пациентов касается. То есть они должны быть активными, они должны вести активный образ жизни. Наши сердечно-сосудистые пациенты, но вот тяжелые нагрузки, которые я называю спортивными, их все-таки, наверное, надо избегать, и они здоровья, на мой взгляд, не прибавляют. Ну, и если посмотреть факторы риска, которые именно у сердечно-сосудистых наших пациентов, и факторы риска развития желудочно-кишечных кровотечений, и вообще проблем с желудочно-кишечным трактом, они вот «Найдите 10 отличий» называются, они же все одни и те же. Они все одни и те же. Поэтому мы должны, конечно, здоровый образ жизни обязательно пропагандировать и нашим пациентам это рассказывать, и коллегам в том числе, которые, к сожалению, тоже не всегда имеют возможность вести этот пресловутый здоровый образ жизни. Может быть, вы скажете какое-то нам заключительное слово? Да, заключительное слово, оно на самом деле очень простое. Будьте здоровы, следите за собой, за своими близкими, и я думаю, тогда очень много проблем удастся избежать. А скажите, пожалуйста, вот если человек чувствует, да, что у него, ну, не чувствует, а знает ишемическая болезнь сердца, частые приступы стенокардии, таблетки уже не очень помогают, какими путями к вам можно попасть на операцию? Так, вам адрес дать или телефон? Нет, но я имею в виду с организационной точки зрения. Прийти в поликлинику, получить направление, там, конкретно, там, в ваш центр, или как это делается? На самом деле, да, поликлиническое звено, о котором мы, на самом деле, в рамках этой передачи мало поговорили, его, на мой взгляд, надо развивать, надо развивать лучше, чтобы врач поликлиники, он уже знал, что делать дальше. Если мы вот этот разрыв между поликлиническим госпитальным звеном устраним, очень тоже сильно, я думаю, продвинемся в решении вопроса о снижении смертности не только от сердечно-сосудистых заболеваний, а так, на самом деле, кардиолог в поликлинике, он должен отправить уже пациента в соответствующий орган организации здравоохранения, где существуют подразделения, которые оформляют вот эти так называемые квоты на высокотехнологичную помощь, потому что подавляющее, конечно, число операций именно в рамках этого финансирования выполняется, либо в рамках обязательного медицинского страхования, вот эти стентирования, вот о чем я говорил, пресловутые, и затем он уже поступает в тот стационар, в который поступает, которых сейчас, на самом деле, уже все больше и больше становится. Вот здесь такой вопрос фигурирует, как часто мы привлекаем врача-гастроэнтеролога и эндоскописта к ведению наших пациентов на дооперационном этапе? И в послеоперационном периоде какова роль этих специалистов и какие задачи? Ну, мы, по-моему, этот вопрос очень подробно обсудили в рамках этой передачи, но могу сказать, что, на самом деле, мы часто привлекаем. А у вас есть в штате эндоскопист? Да, вот я как раз хотел это сказать. У нас даже в штате есть эндоскопист, есть отделение эндоскопическое, и там уже внутри, в стенах нашего кардиологического центра уже мы имеем возможность выполнить эндоскопию и пациентам, которые планово к нам поступают, и, соответственно, пациентам, которые по неотложным показаниям поступают в наш стационар, и уже в зависимости от ситуации выполняется какая-либо операция. Ну, а затем уже в послеоперационном периоде, в периоде уже наблюдения пациентов в поликлиническом звене, уже гастроэнтеролог привлекается по мере необходимости, если требуется терапию расписать уже в соответствии с рекомендациями. Это, конечно, должен делать не кардиолог, а гастроэнтеролог. А мы в соответствии с рекомендациями должны просто назначить гастропротективную терапию, если пациент имеет какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом. Так, и вот тут у нас ответ на наш вопрос по поводу того, за сколько отменять перед эндоскопической операцией антикоагулянты и антиагреганты. Согласно рекомендациям, клопидогрелевый эрфарин отменяется за 5 дней до эндоскопической операции высокого риска, но отмена препаратов происходит после согласования с кардиологом. То есть все равно мы работаем в какой-то связке гастроэнтеролога. Да, но это обязательно. Без этого в современном мире без связки, любят сейчас фразу гибридная война, гибридный подход, гибридные операции. Вот без этого гибридного подхода к пациенту на самом деле успеха достичь в современном мире очень сложно, особенно когда такое количество технологий мы можем применять, о которых понятия не имеет врач, который сидит через стенку от тебя и занимается чем-то другим. И не поговорив, только коллаборация, тесная коллаборация, она, в общем, даст тот эффект, к которому мы стремимся. И снижение смертности, и очень хороший выход отдаленный, именно за отдаленные результаты мы боремся сейчас. Ну, потому что мы поняли, что сами-то операции достаточно сейчас мы научились делать, да? Ну, да. Как это называется, ближайшие результаты? Ближайшие результаты. Ближайшие результаты, да, непосредственные результаты. Да, непосредственные результаты. Есть среднеотдаленные, есть отдаленные, есть совсем отдаленные. Понятно. Ну, на этой оптимистической ноте, да, мы, наверное... А, еще какие-то вопросы? А, нет, да. Спасибо за полезную информацию, пишет нам Дмитрий. Спасибо большое, дорогие зрители, что вы нас смотрели, что вы пишете вопросы. Нам тоже очень приятно. Вот. Ну, и, наверное, мы на этом будем прощаться. Да, Валерий Викторович. Вам огромное спасибо, что пригласили. Обсудили, на самом деле, очень важную тему. Я думаю, будем продолжать обсуждать очень важные темы, так как неважных тем в кардиохирургии, и в медицине, и в кардиологии не бывает. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»